Глава турецкого МИДа отказался от своих слов. На заседании Кабмина он заявил, что вопрос об открытии для России авиабазы Инжерлик не поднимался. Журналисты просто неправильно его поняли. Якобы в виду он имел лишь то, что Анкарак готова сотрудничать с Москвой в борьбе с террористами, но никак не делиться своими военными объектами. Напомню, ранее в эфире местного телеканала ТРТ министр обмолвился, что в скором времени республика может предоставить нашей стране право пользоваться авиабазой. Это поможет в борьбе с боевиками. Заявление быстро растиражировали местные СМИ. Мы будем сотрудничать со всеми, кто противостоит ИГИЛ. Мы с самого начала ведем эту борьбу, и мы открыли базу Инжерлик для тех, кто хочет активно принять участие в ней. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать и с Россией? ИГИЛ для всех нас враг, и с ним нужно бороться. Это в высшей степени важно для внедрения этого механизма в жизни, предотвращения любых нежелательных инцидентов. По этой теме мы сошлись во мнении Сергея Лаврова. Даже если Турция откроет для России Инжерлик, возникнет ряд проблем. К примеру, сама авиабаза функционирует по законам НАТО, свои правила на взлет и посадку. У российских летчиков это может вызвать некоторые затруднения. Кроме того, саму идею предоставить базу в пользование должны одобрить США, чьи самолеты в основном и базируются на Инжерлике. Об этом нашему каналу рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. При базировании российской авиации на авиабазе Инжерлик возникает ряд проблем. Первое – это оперативная совместимость систем связи, навигации, посадки, которые использует российская авиация и авиация стран-членов НАТО. Во-вторых, авиабаза Инжерлик регулируется специальным соглашением между Соединенными Штатами Америки и Турцией. И в любом случае здесь без согласия США ни о каком размещении российских ВКС на этой авиабазе речь не может идти в принципе. Ну и, наконец, с военной целесообразностью. Конечно, Генеральный Штат вооруженных сил России определится. Но я полагаю, что наша авиабаза «Хмимим» в полной мере отвечает всем необходимым условиям по борьбе с терроризмом, с опорой на возможности российских ВКС в Сирии.